Всем привет, с вами Ольга и сегодня будет видео по запросу уход за кожей зимой. Ну поскольку в этом году зима у нас какая-то и не зима совсем, то я давайте его назову уход за кожей в прохладное время года. И буду я показывать тут не все средства, которые я использовала, поскольку у меня их конечно же намного больше. Я покупаю много новинок, чтобы все попробовать и вам рассказать. И планирую, кстати, в скором времени выпустить видео именно не про покупки, а по линейкам разбить. То есть, например, отдельно будет видео про серию Weekend, отдельно видео, опять же, про ICL, которые дополнены. Вот хочется вот какой-то конкретики, то есть по блокам разбить. И может быть это будет полезно именно тем, у кого кожа, например, такая же, как у меня, и кому вот большинство средств подходят, такие, как подходят мне. Но это будет попозже, а сейчас буду показывать средства, которые я чаще использовала, ну так сказать, этой зимой, чем другие. И буду объяснять почему. Итак, чаще всего я использовала вот такую вот мицеллярную воду Биомика. Я снимала макияж с глаз, снимала макияж также с лица, это тональный крем. Ну, помады я редко использую, особенно стойкие, поэтому, в принципе, для губ она мне особо не пригодилась. У нее приятный аромат, большой объем, приемлемая цена. Много слышала отзывов, что у кого-то были покраснения, какие-то жжения, еще что-то. Ну вот лично моей коже она подошла, причем это уже вторая бутылочка. И я так понимаю, это именно обновленная, потому что было очень много обращений в обратную связь. И где-то я даже вычитала, что они поменяли состав, там что-то заменили или что-то добавили. Честно, не вникала, но вот это вот вторая версия, и у меня от нее именно вот на лице никаких нету раздражений, нет никаких аллергических реакций. Ну, в принципе, я к этому и не склонна, вот если честно сказать. И в настоящее время кожа у меня нормальная, а в теплое время года, ну, комбинированная, склонная к жирности. И проблемы бывают всегда, независимо от времени года, ну, я думаю, что тоже как у всех. Также этой водой я снимала макияж с глаз, и вот когда снимаешь макияж с глаз, тут да, есть небольшое такое припекание, когда второй раз проходишь с ватным диском. Я не знаю, с чем это связано. Например, я промочила хорошенько ватный диск, приложила его к глазу, подержала секунд 20-30, чтобы все реснички вот пропитались этим составом. Потом вот такими вот легкими движениями я снимаю тушь, и если с первого раза что-то не снялось, а такое бывает часто, поскольку я не могу сказать, что это вода вот прям идеально для снятия макияжа с глаз, скорее с лица. Но так как у меня другой не было, то часто я и пользовалась. Так вот, и когда второй раз ты опять прикладываешь диск, то уже начинает припекать. Поэтому, когда появилась недавно вот такая новинка, это бифазное средство, такого плана уже было представлено в каталоге, только там было не фиолетовое, а голубенькое. Вот эта верхняя фаза, которая маслятся, я очень обрадовалась, потому что вот с этим средством никаких проблем у меня нет. Мы просто его вот так взбалтываем, смешиваем эти фазы. Я купила себе сразу в запас 6 вот таких банок, одну я, кстати, уже использовала. И оно за счет вот этой вот жирности расщепляет макияж намного лучше. Также он не щиплет абсолютно глаза. Вот это средство наносим на ватный диск, также прислоняем к накрашенному глазу, держим секунд 30. Состав обволакивает как бы реснички и легкими движениями начинаем снимать. И если выбирать именно средство для снятия макияжа с глаз, конечно, я отдаю предпочтение бифазному. Оно быстрее работает, оно абсолютно не щиплет, нету никаких проблем, никакого дискомфорта вообще. Если же говорить про лицо, то лучше взять вот такую мицеллярную воду. Или же еще один вариант, это гидрофильное масло. Я прошу прощения, что я принесла такую бутылочку, я забыла полную на даче. У меня буквально осталось тут совсем немножко. Это гидрофильное масло для глубокого очищения кожи, именно для снятия макияжа и именно с лица. То есть не с глаз, а только с лица. Буквально нужна пара-тройка нажатий. Далее я распределяю это масло по лицу, такими легкими движениями, ничего не растираю. Оставляю где-то на 30-40 секунд. И потом я добавляю воду и масло, оно не оставляет никакой жирной пленки. Когда водой мы умываемся, то все следы жирности, которые были изначально, они проходят. Вместе с этим уходит макияж. То есть тональные средства удаляются. Следующим шагом после масла я использую пенку, которая у меня тоже практически кончилась. Мягкая, очень деликатная, воздушная пенка. Тут есть помпа. Вот дозатор. На нее нажимаем, получается такое облачко. Наносим на лицо. Ее можно и на глаза. Вот кто любит пенкой смывать, в принципе, можете попробовать. Я не люблю. Мне не нравится вот под водой вот это вот все, когда я не вижу смылось или не смылось. И не люблю тереть ресницы, поэтому для меня только ватный диск и средство именно для снятия макияжа свет. Если любите, то попробуйте. Она деликатная, кожу не сушит. Вот такое вот средство. Ну, в принципе, я его с лета на самом деле использую. И на комбинированную кожу, и на нормальную. Вот эта вот парочка очень хорошо мне подошла. Я их прямо полюбила. Также из серии ICO. Я не знаю, какая это покупка по счету. Это тоник для лица. Витаминный тоник, объем 100 миллилитров. Здесь есть вот такой вот распылитель. И я изначально говорила, что мне неприятно, когда вот в глаза это пшикает. Не знаю, я как-то привыкла, и мне даже теперь нравится, и утром меня это немножечко бодрит. Все эти средства имеют цитрусовый аромат. Не могу сказать, что прямо с ног сшивательный такой и очень сильный, но вполне, вполне ощутимый. Если я вижу, что намечается воспаление покраснения, то я перехожу вот к этим средствам. Сейчас про них расскажу, а ICO пока отодвигаю. Дело в том, что если есть проблемы, вот эта линейка их может подсушить немножечко. А если у нас и так уже кожа от воздействия окружающей среды немножечко раздражена и подсушена, то нам лишнее вот это ни к чему. Поэтому для удаления тонального средства использую вот эту мицеллярную воду. А в качестве средства для умывания у меня идет вот такая очищающая эмульсия. Это еще первая бутылочка, то есть я повторно ничего не покупала. У меня ее половина. Но дело в том, что когда кожа не требует какого-то особенного ухода, я не могу сказать, что я ей часто пользуюсь. Но когда есть проблемы в виде покраснения и раздражения, вот этого действительно средство спасает. У эмульсии очень интересная текстура. Она буквально выглядит как молочко. А когда мы наносим на кожу и начинаем распределять, то она превращается в тоник. И очень хорошо подготавливает кожу к дальнейшему уходу. При этом ее дополнительно, мне кажется, увлажняет что ли. То есть у кого, наверное, чувствительная кожа и склонная к сухости, я так думаю, что вот это средство вам особенно подойдет. Для дальнейшего ухода использую крем. И из любимцев, наверное, на прохладное время года могу выделить крем, опять же, из серии Айсиул. Она мне очень полюбилась, честно. Крем белого цвета, плотный такой по текстуре. Я вот слегка нанесла на руку. Посмотрите, довольно жирненький, я бы даже сказала. Но я пользоваться им начала в теплое время года, летом. Быстро он впитывается. У меня вот никаких не было неприятных ощущений. И даже когда кожа комбинированная, как-то вот впитался и хорошо очень он себя показал. И за лето, и за осень, и сейчас уже, ну если это можно так сказать, за зиму. Аромат легкий, приятный. Никакого намека на цитрусы тут нету. Немножечко, мне кажется, есть сходство с ароматом детского крема. Отлично ухаживает за кожей. Питает, увлажняет. И также на него хорошо ложатся тональные средства. А несколько раз в неделю очень я полюбила делать маску из серии Weekend. Впервые, когда я ее купила, я даже помню, записывала видео, что не получила должного результата. И не такой я эффект ждала. И все такое. В общем-то, тут все дело в том, сколько мы нанесем этого продукта на лицо. Вот и все. Поскольку это маска, ее нужно наносить более плотным слоем. И тогда она сработает так, как надо. Я ее делаю несколько раз в неделю, как я уже сказала, а точнее 2-3. Вместо ночного крема. Таким примерно слоем я наношу. Видите? То есть непрозрачный, вот такой вот беленький, но довольно тонкий. На утро кожа свежая, отдохнувшая, сияющая. Результат прямо вот радует глаз, действительно. И никаких неприятных ощущений нету. Как на нормальной коже, так и на комбинированной. Единственное, когда начинаете умываться и проводите по коже влажной рукой, как гелевый след, что ли, остается. Не знаю, как это объяснить. Но он уходит, естественно. Потому что каждое утро мы смываем все средства, которые у нас были оставлены на коже на ночь. Потому что они уже свое дело сделали, функцию свою выполнили. И нужно очистить кожу для дальнейшего ухода уже нового дня. Для кожи вокруг глаз вот такие любимчики у меня. Это серия Блум с Жасмином. И вот такой вот Триролл гель. Недавно еще появился гель для кожи вокруг глаз из серии Сеул и гель из серии Викенд. Я их тоже, конечно, попробовала. Но почему не внесла их в это видео? Дело в том, что этими я давно пользуюсь. Они реально проверены. И теми я только начала пользоваться. Что-то понравилось, что-то нет. Я об этом расскажу попозже. Но вот именно фавориты я пока те средства записать не могу. Как я обожаю вот эти. Итак, Триролл гель от отеков и темных кругов под глазами. Тут всего 10 мл. Я его покупаю, мне кажется, лет 6 уже. А может 7, я не помню. Очень давно. Здесь вот такие ролики. И мы наносим его утром под бровь. И вот так сюда. Значит, во-первых, гель сам работает. Во-вторых, вот этими роликами мы делаем как такой небольшой массаж. И если у нас есть небольшие отечности, припухлости, то он помогает вот это вот дело как раз убрать. Использую я его не постоянно. То есть по ситуации смотрю. Вот утром к зеркалу подошла. Угу, надо. Но такой он у меня в ванной всегда обязательно стоит. Для лучшего эффекта. Может быть, кто вот постоянно как раз отекает. У кого есть проблемы мешков под глазами. Держите его в холодильнике. Потому что когда он холодненький, то он работает еще быстрее. А на вечернее применение люблю вот этот крем. Блум с жасмином. У него есть удобный носик. Нанесла немножечко на руку. Текстура довольно легкая. Но в то же время она слегка маслянистая. И для кожи вокруг глаз это как раз то, что надо. И несмотря на эту небольшую маслянистость, которая присутствует, он впитывается довольно быстро. То есть никакого дискомфорта нет. Наношу я буквально размер с горошину. Потом вот так вот ее пальцами делю пополам. И вот такими движениями легкими под бровь и сюда наношу. При этом получается такой как небольшой массаж. И на сегодня это все, что я вам хотела рассказать. Показала все свои любимые средства, которым тянется рука в прохладное время года. Даже те, которые пришли из теплого время года, но все равно покупаются снова и снова. И хочется их использовать вновь. Спасибо большое за запрос. Я надеюсь, что я в полной мере его выполнила. Все ссылочки на продукцию, которую я показывала и которую я полюбила, будут под видео. Также там вся полезная информация и мои контакты. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok